Сегодня у нас очень жесткий график, нам нужно довольно быстро разобраться с очень сложными вопросами, с целым рядом основных проблем, касающихся отрублений в шафар и нового года, то, что мы только начали говорить, в общем и целом, чтобы люди, которые будут присутствовать на молитвах, они понимали, что происходит, понимали, какие именно отрубления и зачем эти отрубления делаются. Я сделал вам такой лист, лист этот написан на еврейском языке. В принципе, я бы хотел, если можно, конечно, чтобы вы мне тоже сделали подарок к Новому году, сделать его сразу, может быть, за один раз у вас не получится, потому что я попрошу у вас сейчас большой подарок к Новому году. И, может быть, за раз вы не одолеете, не осилите подарок для меня к Новому году, а то я, понимаете, я вам все время что-то говорю, у меня такая просьба, чтобы в начале наступающего года мы уже все-таки люди в солидном возрасте научились читать по еврейски. Это большой подарок для меня будет к Новому году, то самое, что берут из-под елочки. Так вот, да, из-под шафара вытаскивают. Так вот это вот, что здесь написано? Здесь вот такая, три первых строчки. Это три названия для трех видов трублей. Там есть длинная строчка, это такой длинный звук, потом три средних и девять коротких. Значит, здесь название написано. Дальше написаны порядки этих трублей. Вы видите, что в скобочках написаны три буквы. ТАВ, ШИН и РЕЙШ сверху. Это сокращенные названия этих трех видов трублей. Значит, есть ТАВ, ШИН, РЕЙШ, ТАВ, ТАВ, ШИН, ТАВ, ТАВ, РЕЙШ, ТАВ. Это три вида трублений, полный такой сет, полный набор трублений, которые будут делаться в Новый год после молитвы Шахарит и после чтения ТОР. Дальше у вас есть четыре маленьких таких цитаты, четыре абзаца. Первая это цитата из ТОРа, где, собственно, написано о том, что существует Новый год. Вторая это еще одна цитата из ТОРа про Йобель, про 50-й год. Мы сейчас разберемся, о чем там разговор. Третья это цитата из, если я правильно, 89-го, 81-го псалма Давида, а потом из 89-го. То есть два псалма Давида, которые тоже комментируют это дело. То есть есть, это вот тот набор, который нам сегодня будет необходим, мы потихонечку будем с ним разбираться. В чем заключается, я напомню вам, одна из главных проблем всего этого дела. Мы с вами говорили, что точного понимания того, что из себя представляет вообще еврейский Новый год, в ТОРе нет. Ясно не написано, что это такое. И вообще не написано, что это Новый год, а написано только, что это ЙОМ ТРОА, День Трублей. И, соответственно, одна из главных проблем, которую нужно осознать и понять, что есть три названия этих трублей. Есть первое слово, видите, здесь написано ТЭКИЯ, ТКИЯ, то есть это длинный звук. Потом написано ШЕВАРИМ, ШВАРИМ. Это три средней длины звука. И дальше ТРОА, вот это самое слово ТРОА, ТРУБЛЕМИ, оно на третьем месте стоит, и там девять коротких звуков. Так почему в ТОРе написано НИЁМ ТКИЯ, НИЁМ ШВАРИМ, АЭМИЛЬЮ ТРОА? Есть три же варианта ТРУБЛЕМИ. Почему в ТОРе написано именно третий вариант, который на самом деле здесь у нас обозначается как самый короткий звук? То есть ТОРа говорит ЙОМ ТРУА, и тогда, значит, если уже так написано, почему так написано, это первый вопрос. А если уже так написано, почему мы делаем какие-то еще трубления? Почему мы не останавливаемся на только этом третьем варианте, о котором, собственно, самом написано в ТОРе? Почему мы не делаем только короткие звуки? Откуда взялись длинные и средние длинные звуки вообще? Это первый вопрос, который надо понять. Технология этого дела довольно-таки простая. Очень часто бывает так, что от нас с вами, в этом идее на самом деле, одна из важнейших основополагающих идей вообще дарования Торы и того, что евреи держат Тору в руках, нам с вами самим приходится до чего-то додумываться. Конечно, Всевышний мог в ТОРе все прекрасно, конкретно и очень подробно написать. Но есть очень много мест, где хитро что-то так сделано, очень хитро написано. И так что вроде бы непонятно, что Тора имеет в виду. Зачем это сделано? Для того, чтобы сделать нас партнерами в этом строительстве здания традиции. Чтобы мы с вами тоже в это все вкладывали свои усилия. Чтобы мы с вами тоже научились понимать с таламудической стороны все, что касается еврейских законов. То есть это тоже один из наших с вами важнейших предназначений. Теперь, оказывается, что вот этот вот первый паспорт. Давайте мы его с вами прочитаем. Показываю здесь строчку. У-ва-хо-дэш. И в месяц. А-ш-ви-и. Седьмой. Б-э-э-хан. Первый. Первый день. Л-а-хо-дэш. Месяца. М-и-к-ра. То есть созывание, собрание. Хо-дэш. Святое. Собрание святое. Это праздник. На языке Тора. И-в-е будет. Л-а-хэм. У вас. Будет у вас собрание святое. То есть у вас будет праздник. И дальше вот это вот. Йом-тру-ва. День праздника. И-в-е будет л-а-хэм. У вас. День праздника. День праздника будет у вас. Еще один вопрос. Что значит у вас? Уже понятно, что у вас. Один раз уже сказали, что у вас. Будет днем праздника. У вас. Ну, самое обычное объяснение того, что такое, когда написано в Торе у вас, для вас. Это означает, как мы учим из Абраама Вина, из праца Абраама, когда ему было сказано, лех, лехаме, арцахаме, молотхаме, бетабихае. Иди для себя из дома своего. Что означает? Иди для себя. Уходи в Эр-эцисраэль. Что несмотря на то, что тебе нужно бросить родительский дом, ты идешь для своего удовольствия, для своей пользы. То есть для тебя это означает для своего же удовольствия, для твоей же пользы. Поэтому, конечно, то, что здесь написано, Йом-труа, день трубления, шафар, это для евреев, для их пользы, для их удовольствия, чтобы они смогли с помощью этой дудки, с Божьей помощью, снять с себя всякие нехорошие приговоры и обвинения. Это понятно. Но есть более глубокие вещи, мы сегодня и копыли. Теперь, второй абзац, вторые две строчки, из длинных участков, это посуд, который говорит про Йове, про 50-й год. Вы знаете, что когда есть храм, когда большинство евреев живет на территории Святой Земли, у нас отсчитывается по 7 лет, 7 раз. То есть каждый 7-й год это шмита, это как шаббат, для земли нельзя обрабатывать землю, это сейчас сохраняется. Но во времена храма, и когда большинство евреев находится на Святой Земле, здесь есть еще добавочная вещь. Кроме того, что отсчитываются эти каждый 7-й год, и есть шмита, есть еще 50-й год. После 7-ю 7-49, 50-й год это тоже такой год, когда все отдыхает, земля отдыхает, и при этом еще все земли возвращаются к своим основным изначальным владельцам, все земли проданные за 50 лет, и рабы, когда есть институт еврейского рабства, то рабы все отпускаются, все выходят на свободу. Это вот то, что касается Йодель. А оказывается, вот это вот отпускание рабов, все то, что мы говорим, это происходит в Йом-Кипур. В Йом-Кипур, в Йодель, начинается трубление в шафар, и отпускаются рабы. Отпускаются рабы, возвращаются земли к своим хозяевам. Вот в этот момент. Так вот, там написано про шафар. И Талмуд выучивает, выводит из того, что очень странно написано, очень странная формулировка в Торе про шафар. В Йовель, 50-й год, оттуда Талмуд выводит, как правильно трубить в шафар в Рошашана. Потому что это еще одно важное место, где мы видим, как производится вообще трубление. Так как тут написано? Смотрите, я выделил жирным шрифтом. Значит, написано, В-Г-А-А-В-А-Ш-ТА. И проведешь ты, протянешь ты, шафар, дальше слово, проведет, проведет, трюа, шафар трубления, вот этого короткого трубления, В-А-Х-О-Дэш-Гашви в месяц седьмой, В-А-СО, 10-го числа, Ла-Х-О-Дэш, месяца, В-ЁМ-ДЕЙ, В-А-ТИ-ПУ-РИ, В-ЁМ-ДИ-ПУ-Р, В-ТА-А-ВИ-РУ, протянешься, Шафар, опять шафар, В-А-ТА-Х-О-ЛЬ-А-ТА-Х-И-М, во всей вашей земле. Значит, что тут происходит? Что я выделил жирным шрифтом? Смотрите, что написано. И вы протянете шафар отрубления. Куда вы его протянете? Куда вы его проведете? Непонятно. Можно было сказать, трубив шафар в нем кипур, и все дела, и все земли вернутся к законным хозяинам, и все рабы уедут на свободу. Зачем себе это нужно, такая длинная формулировка? Оказывается, ва-а-вар-та, говорит Талмуд, объясняет этот формулировок, что значит протянешь? Это протянутый звук имеется. Ты протянешь не шафар, а протянешь шафаром. Так надо переводить. А потом написано слово труа, короткий звук. А потом, по сути, опять написано, та-ви-ру-шафар, протянете шафар. То есть получается, что сначала длинный звук, потом короткий, потом опять длинный. Это в Йовеле написано. Написано про Йовель, и переносится это дело кучами из Йовеля на Рожешана. Что в Рожешана тоже так нужно делать. Значит, теперь, что такое вот этот короткий звук? Ну, здесь пришлось мудрецам Талмуда здорово поломать голову. Для начала я бы тут починил шафар, там, оказалось, лежали съестные продукты. Это была не бумажка, это был кусок какого-то, то ли гороха, то ли чего-то еще, забитый туда. И было нелегко, конечно, трубить этот шафар. Ну, значит, сейчас пока не совсем ночь, потому что совсем ночь, что-то не очень хочется отрубить шафара, это не очень правильно. Значит, мы с вами посмотрим эти звуки немножко. Такой звук протянутый, значит, он может быть более сильным, более низким, неважно. Главное, не делать чего. Есть трубачи, которые, значит, делают этот звук, и в конце его так лихо идут наверх. Получается, ту-у-у-у, ту-у-у. Вот этого не надо. То есть, если он так делает, он совершает ошибку. Это неправильное трубление. Почему? Потому что ткия – это как раз очень ровный звук. В этом вся его идея, что все начинается с аборта шафар. Ты протянешь шафаром ровный звук. Теперь, значит, есть средний звук. Значит, в принципе, вы видите, только что мы сказали, что есть длинный, короткий, длинный. А кто такой вот этот звук труа? Как он вообще, как его надо правильно понимать? Для нас этот звук – это 9 коротких звуков на сегодняшний день. Но на самом деле это сложно учиться, выводится в Талмуде, в трактате, Роша Шана, может быть, попозже скажем, как именно выводится. Это очень хитрая технология. Как до этого пришлось доходить нашим Талмудическим мудрецам, что есть два варианта этого звука, короткого. То ли он не очень короткий, 3 средней длины, то ли он совсем короткий, 9 коротких. То есть это был вопрос. И потому что это был вопрос, это был сапэк, было сомнение у наших мудрецов, там, вот так они установили, что нужно делать и тот, и другой звук. И 3 средней длины, и 9 коротких. Как это все объяснить с точки зрения истории и традиции, мы к этому вернемся. Значит, как это звучит? Вы видите, мы с вами нарисовали. Та, Ши, Рей, Шта. Это условные обозначения. Кия, Шварин, Труа и снова Ткия. То есть длинные протянуты, 3 средней длины, 9 коротких и опять длинных. Теоретически звучание должно примерно так. Примерно, да? То есть есть длинные, 3 средней, 9 коротких. Я обычно делаю 10, просто чтобы лишний один, на всякий случай, чтобы не сделать меньше. Надо ровно 9. Все они по протяженности должны быть равны друг другу, абсолютно все. Видите, здесь они так нарисованы. Длина длин этого звука, она должна быть как 3 этих, а как 9 этих. Это все должно быть рассчитано. Поэтому в следующих порядках, где серединный звук не такой длинный, как в этих. Видите, здесь же середина из двух состоит, в первом порядке, из 3 коротких и 9, совсем маленьких. А в следующих порядках, которые играются, там Ткия, вот эта вот протянутая, она может быть короче, потому что там серединка короткая, всего 3 звука, всего 3 или всего 9. То есть следующий порядок, итак. Все, то есть длинный, короткий, длинный. И потом, соответственно, последний. Что такое? Горох. Угу, уже нет. Существует штука, которая называется Ткия-Ду-Ла. Длинный Ткия. Вам, вы услышите это выражение, когда будете слушать шафар. Синогон. Это новейшее изобретение. То есть, ну как новейшее? Это некий минга, кобычий. Это совершенно не обязательно. Что делается? То есть, когда заканчивается весь порядок срублений, все вот эти вот вещи заканчиваются. Раф, нас услышали. Да. В этом, да. В этом последнем порядке, в этом последнем порядке, значит, делается очень длинный звук шафар. Опять же, не надо его слишком долго тянуть, чтобы он потом в конце испортился и куда-нибудь прыгнул. Да? Ткия, она тоже, она Ткия, она тоже должна быть ровная. Она длинная, должна быть ровная. Всякие трубачи, профессионалы, они тянут столько, что уже народ стоит, 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 ждет. Когда же закончится этот Кия? И в конце там что-нибудь обязательно сломается в этой Ткие, он куда-нибудь ее туда засунет. И это не нужно. То есть, лучше покороче ее сделать, но чтобы она была очень ровной. Значит, это трубление. Значит, теперь, что очень важно понимать. Важно понимать, что теоретически, то, что написано в Талмуде, трактателю Шашан, что вот мол, Раби Абаму, один из мудрецов Талмуды, Кисарин, пришел и установил, что нужно вот так трубить. Сдается вопрос. Это было когда-то? Это было 1650 примерно лет тому назад. А до этого? Первая половина еврейской истории всей. Они что, не знали, как трубить, что ли? То есть, как это так получается, что только в Талмуде, Раби Абаму, вдруг устанавливают, что надо вот трубить так, как мы сейчас трубим. Что это такое? А до этого что было? Здесь есть очень глубокая вещь. Очень важная, очень глубокая вещь, которую мы учим. И здесь мы тоже должны отклониться некоторым образом в хасидскую сторону. Потому что вообще в суровых буднях я больше, как вы знаете, говорю о таких экологических, практических вещах, касающихся традиционных наших источников, но более такие сладкие, удивительные, всякие неожиданные объяснения, которые есть в хасидских книгах, это больше, мне кажется, для праздников подходит. Вот когда праздники подходят, и надо вот эти хасидские объяснения для того, чтобы разбудить народ как-то. Так вот, еще одна удивительная великая хасидская книга, мы как-то про нее вспоминали, написанная в Галиции, в Западной Украине, которая уже нынче никакая не Западная Украина, а это уже территория Польши на сегодняшний день, вот это уже за границей Украины на сегодняшний день, за Львовом, туда дальше, на Запад, это город Динов, он сейчас называется Динов, а раньше он был Динов, назывался по-еврейски, он Динов назывался, и там находился один из величайших хасидских мудрецов, по их летоисчислению он жил, половину жизни прожил в 18-м, и половину в 19-м. Звали его Раби Цви Эли Мелех из Динова как раз. Он был величайшим человеком совершенно, он написал книгу разъяснений для праздников и для суббот в Нейсофр, он написал еще 11 книг, кроме этого, в большинстве своем они очень глубокие, сложные каббалистические книги, он был великим мистиком, вот, и кроме всего прочего, вот он объясняет у него про Шафар, специально есть 10 разъяснений, одно за другим, ассора-друша такие, комментарии сложные про Шафар, и они очень многосоставные, каждый из них можно изучать отдельно, вот, и пару слов на тему того, что мы сейчас изучаем, я вам расскажу сегодня. Значит, что это был за человек? Очень важный момент, чтобы понимать вообще о ком мы говорим. Это третье поколение вообще хасидов. Потому что первое поколение хасидов, зародившееся гораздо восточнее, на сегодняшний день за городом Хмельницкий, если смотреть с запада, недалеко от города Хмельницкого, в городе Меджиба же, зародившийся хасидизм, он стал распространяться в основном на запад и на юго-запад, то есть Румыния, Венгрия и Польша, вот туда пошел. Немножко в Белоруссию, немножечко в другую сторону. И поэтому, значит, вот первое поколение, они все находились практически в Галиции. Вокруг Меджиба же они все находились, ученики Балшемкова. Это было 70, как говорят хасиды, у них было 70 учеников Балшемкова, и он их, значит, учил, наставлял, и из них получились основатели многих крупных хасидских домов. Теперь, один из учеников Балшемкова был Хойзе Излюблено, Провидец Излюблено, как мы так называем. Очень большой человек, написавший очень важные книги, вызвавший очень много всякой резкой полемики, и его книги вызвали со стороны противников хасидизма. Так он был учителем вот этого Рэбби Цвейли Мелека из Динова, то есть он уже третье поколение. Кроме того, как это, муж, сестра, муж сестры его муж сестры, по-моему, его мама, получается, муж сестры его мамы, и это был Рэбби Эли Мелек из Лиженска, Лиженский Рэбби, который написал великую хасидскую книгу Ноэм Эли Мелек, на которую тоже были страшные нападки, это та книга, как раз где написано, что хасидские мудрецы, они такие великие и такие высокодуховные, что их надо немножечко опускать на землю грешную, и для этого нужно им давать много денег и строить им большие дворцы, просто для того, чтобы они не забывали о этом нижнем грешном мире, чтобы они уж так не улетали в небеса. Вот такая вот была интересная мысль высказана в этой книге, что, конечно, вызвало взрыв негодования у традиционно настроенных, так сказать, иудеев, но это, тем не менее, был великий человек, великий мудрец Торы, и вот он сказал своей вот этой родственнице, у которой родился этот мальчик, он сказал, о, это мальчик, который осветит весь мир, он сказал, а что нужно делать? Назови его моим именем, сказал Рабиэлемелия. То есть, если он будет иметь мое имя, тогда он осветит весь мир, если нет, извини, думали, гадали, как сделать правильно, потому что все-таки есть еще еврейские законы какие-то, не только хасидские традиции, а по еврейским законам называть в честь живого человека, это как-то не очень хорошо. Это нездоровое мероприятие, поэтому что сделали? Сделали цви-элеменах. Добавили к нему цви, и так он стал цви-элеменах из города Тина. Действительно, был величайший человек. Что он объясняет на эту тему? По поводу Шапана. Он, во-первых, говорит, что, конечно, естественно, из поколений с самого начала было известно, как правильно трудно, что все эти звуки Шапара были всем известны, все знали, как нужно их производить, и какой они длины, откуда мы это еще знаем, что еще в Зоааре. То есть, с времен Танаим до Раби Авалу, до вот этого вот Раби Авалу из Кесарии, который установил вроде бы эти трубления в Талмуде, еще до этого, там все эти трубления описаны, и все там сказано, и все там известно, то есть, это по традиции передавалось, это было ясно, что именно так нужно делать. Но всегда возникает проблема. Проблема следующая. Если я знаю что-то только изустно, только по традиции, и когда меня спрашивают, откуда ты это знаешь, я говорю, ну мне ангел нашептал, или сердцем девичьим своим я это почувствовал. Это хорошо, но этого мало. Потому что, если у меня нет никаких логических, талмудических корней у какого-то закона, это дело, во-первых, долго не продержится, во-вторых, найдется куча людей, которые скажут, что сердце девичью тебя врет, а ангел тебе пришел во сне, и это был никакой не ангел, а неизвестно что. И начнутся проблемы. То есть, каждый закон, он все-таки естественно, логически из чего-то выходил. И поэтому ты можешь тридцать раз знать, что надо делать ту-ту-ту и ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но ты должен сказать, где это написано. И тут Всевышний мог спокойно написать в Торе. Он мог ясно написать в Торе, что делать, как дудей. Но тут говорит Робецвили Мелах из Динова написано Йом Труа Елах и в день трубления будет у вас, для вас. Что это значит для вас? День трубления. Хотите, пожалуйста, пожалуйста, интеллектуальный штурм. И теперь вы должны сами понять, в Танахе традиции, где на беды настоящие детективные расследования нужно было ему, лицам Тора произвести, что вот эти традиционные звуки, они именно такие, а не какие-то другие. Где это сказано? Потом еще один момент, который я забыл сказать, касающийся Йобеля 50-го года. В Торе же не написано во что прошлое шона надо трубить. Вот тут Сергей Михайлов Романов предлагает трамбол. Постоянно предлагает выдвигать кулисов. Понимаете? И может быть так, в Торе это не написано ни в трамбол. Написано день трубления. Так это уже просто более-менее. Это просто из Йобеля выводится, вот из этого юбилейного 50-го года, в котором во втором нашем здесь абзаце написано слово шафа. То есть там написано это выводится, это можно. Но как именно трубить и что такое вот это труа, это нужно было как следует догадывать. Вообще, конечно, зря я сказал не принести доску, но ничего, мы сейчас и без доски разберемся с этим. Говорит Цвили Мелок из Дидамова Рабец. Цвили Мелок такой, что поиски, но это не он говорит, это в Талмуде написано, поиски источников традиций были очень сложные. Потому что вот взять в лоб победить эту проблему, решить эту проблему не получилось. Потому что нет такого места во всем Танахе, во всех огромных 24 книгах Танаха, где было бы написано слово труа, допустим, трубление, и было бы где-то как-то все-таки более-менее объяснено, что это такое и как оно должно производиться. Нету. Как жить? Что делать? А оказывается, есть обходной. Вы знаете, что каждое еврейское слово имеет прописанный данный еще со времен Синая, со времен Синая Свооткровения, некий арамейский заменитель. Вы знаете, что есть арамейский язык, который как некое отражение и объяснение святого языка, состоящее из тех же вук. На нем написан Талмуд в основном, и на нем написан Цеперазор, книгозор, многие вещи. Есть перевод Торы на арамейский язык, который является буквально данным на Синая таким очень важным документом, который и переводит Тору с одной стороны на арамейский язык, с другой стороны ее объясняет. Так вот, там вот это слово Труа переводится на арамейский естественно Тор. Как оно в арамейском языке звучит, это очень легко запомнить. Смешное слово Ебаба. Вот такая Ебаба это и есть Труа. Ебаба по-арамейски, Труа по-евре. И вот из этой Ебабы с огромным трудом вытащили Таламудическую логику. Почему? Потому что это слово совершенно неожиданное. Оно таки в традиции есть. От слова Ебаба слово есть в традиции. И совершенно ясно, более или менее, так сказать, можно представить себе, как это звучит, потому что оказывается в книге Шов Ти в книге Суди совершенно в другом месте. Танах, там, где в четвертой главе погибает Канаанский, это уже пятая, когда погиб Канаанский военачальник Сисра, которому башку колом разбила девушка по имени Ель, убила этого страшного врага еврея, военного преступника, страшная вот эта вот история жуткая, так после этого говорится знаменитая песня Двора. Двора поет такую пророческую песню, пророчица Двора, и в этой песне говорится, что М. Сисра, мать Сисры, она от слова ебава делала какой-то глагол, что-то она делала, а что она делала? Она всклипывала, то есть оказывается слово труа это означает всклипывание и поэтому есть вот эти два варианта. Говорит Талмуд или ганухи ганах или елули елли есть всклипывание когда даже не всклипывание стоны такие, стоны тире всклипывание то есть какое-то вот такое оплате. Есть когда человек это делает в среднем темпе ой 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 вот так вот это первый вариант это смотри ту 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 это первое и есть второе ой 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 это ту 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 вот эти два варианта вытаскиваются из этой матери сестры с большим трудом и то что мы и так знали но по традиции только только нашептали сверху мы теперь видим где есть источник талмудический источник этого дела так это выучивается и это вот именно эти источники устанавливают уже Раби Абалу Кесарии 1650 лет назад после того как это все мудрецы талмуда выводят короче говоря здесь есть очень важная идея ее приводит как раз Раби Абалу что мы таким образом видим что очень важно сотрудничать с Творцом что вот это будет вам день втрубления что это означает не только для вашей пользы будет вам для вашей интеллектуальной работы для вашего сотрудничества со мной я вам скажу а вы будете догадываться дальше как правильно это все с точки зрения талмудической логики найти очень замечательное место в общем это такая деталь касающаяся трублей теперь слово труа почему именно оно выбирается в Торе почему сказано йом труа не йом ткия не йом шварин есть три же варианта почему слово труа выбирается в Торе потому что это одно из самых поразительных еврейских слов вот мы на него сейчас смотрим это у нас третье слово свет я еще раз повторяю для тех кто опоздал что у меня есть огромнейшая просьба чтобы вы сделали мне подарок на новый год большой и прекрасный подарок на новый год я так стараюсь стараюсь ну в меру своей экстремной возможности проводить занятия пожалуйста сделайте мне подарок на новый год научитесь же наконец читать появились я понимаю что этот подарок сразу так сделать прям так раз как вот то что кладут под елочку так не получится но ничего страшного вот третье слово вот здесь это слово труа как оно понимается я прошу вас посмотреть на это слово выделить вторую четвертую букву для себя рейш и айн вторая четвертая букв рейш и айн что это за слово из двух букв в рейш и айн образуется слово ра то есть зло но это удивительное же слово потому что слово зло оно так же абсолютно пишется рейш и айн как другое слово рейш и айн что означает друг приятел ну по простому конечно можно сказать ну как вот вы так и знали все зло от друзей и приятелей поэтому друг приятели зло это одно и то же слово теоретически может так и можно как-то объяснить но надо понять что вот такие вот написано в Торе возлюби ближнего своего как самого себя что это такое это we have to re это вот это слово друг приятла другу приятеля своего возлюбить как самого себя то есть это на самом деле совершенно не плохое слово это не какой-то там нехороший приятель который нехороший приятель который тебе всякие гадости делать это тот которого надо как самого себя возлюбить а тут вы скажете вот оно и в этом все и дело если бы он тебе хорошие вещи делал Не было бы митцвы его любви. А так он вот ра, ре, он зло тебе приносит, этот друг приятный. Но он свой, родной, родственник. Соблеменник, в конце концов. И есть митцва, никуда не денешься. Надо его любви. Тяжелая работа его любви. Вот этого друга, название которого совпадает со словом зло. И, наконец, собственно, сам корень трубить, он тоже от этого происходит. До того это совпадение трубления и делания зла и дружба. Вот эти три корня. Трубление, делание зла и дружба. Это такое совпадение удивительное. Даже есть такой специальный пиут, как бы воспевание такое. Поэтический отрывок в молитве. Мы читаем Роша Шана. Таир, пробудись, ве Тария. Тария, вот от слова Таруа. Тария это глагол, то есть трубить. Ля, крит, коль, мерия. Чтобы уничтожить всякого, кто мерия. Это тот же самый глагол. Но только уничтожить не того, который трубит. А уничтожить того, который делает зло. То есть вот этот глагол ЛЕГАРИЯ, он и трубить, и делать зло получается. И тот же корень делать приятельство, соединение, дружба. Тот же корень. Вот такой вот винегрет. Как это все понять? В одном и том же слове. В первых, два взаимоисключающих элемента связаны со злом и наоборот с дружбой. И третий элемент связан с трублением. Оказывается, простое объяснение здесь очень такое заметное и очевидное. Что благодаря трублению, смысл этого слова, касающийся зла, перемещается в смысл, касающийся дружбы. Соединение. То есть, когда человеку грозит зло, он приходит в синагогу, слушает трубление с помощью этой сложной системы трублений, намерений, когда производится трубление. Зло, РА, становится РЕА. Зло становится ДРУГО. То есть, то, что пришлось делать тебе зло, а разворачивается к тебе другой приятной стороной. Благодаря трублению в шапар. Это все одно и то же слово. Это одно и то же понятие в святом языке. Теперь, еще есть одна важная вещь, которую мы должны запомнить. И которую должны иметь в виду. Что написано в Талмуде, в трактате Рашишана, опять же, в первой главе. Что Беттишри Нивра Олам. Что мир был создан в Рашишана. То есть, этот день, это еще к тому же и день сотворения мира. И поэтому объясняется в святых книгах, что каждый раз, когда начинается новый круг времени, начинается новый круг, годовой круг, это сродни очередному сотворению мира, обновлению мира, полному обновлению мира после его анализа и осуждения, то есть после суда. То есть, мир снова анализируется, снова подвергается очень строгому обсуждению и осуждению, после чего как бы запускается еще на один круг. То есть, вот колесо истории делает еще один оборот. И вот это тоже называется сотворением мира. То есть, вот эта годовщина сотворения мира, она очень-очень важна. И тоже ее надо иметь в виду в Рашишана. Потому что очень многие детали, всяких обычаев и молитв Рашишана на это дело тонко, или довольно-таки даже иногда толсто, намекает. И в связи с этим пишет очень важную вещь, тот же самый, в своей элементах из Динова, что сотворение мира происходило, как вы знаете, когда создавалось так называемый шиуркома, создавался весь полный размер силуэта, то есть создавался Адам. Мы с вами говорили, что понятие Адам – это и первый человек, и модель мира. То есть, человек как микрокосм становится некой в высшем смысле моделью мира. То есть, еще никакого человека нет, а модель мира, которая связана с структурой человека, уже появилась. В связи с этим, в связи с этим, получается, что для того, чтобы создать эту модель, нужно ее в тех десяти уровнях, которые мы часто там рисовали на доске, в десяти качествах, в десяти способах передачи духовных сил в этот мир, каким-то образом создать. Когда эти десять уровней наполняются целиком, вся система из этих десяти уровней уже построена, означает, что как бы этот Адам, то есть структура, модель мира, она создана. Теперь оказывается, что важнейшая идея Рошашана, вы знаете, есть три части в Мусофе, в дополнительной молитве Рошашана, в главной молитве Рошашана на самом деле, это центр дня, это после Шахариты, после отрубления в Шафар, начинается Мусоф, там есть три элемента. Первый называется Малхиот, второй Зихранот, третий Шафар. Малхиот – это царство, второй Зихранот – воспоминания, а третий Шафар – Малхиот, царство, это вообще главная идея праздника. Еврей, оказывается, должен в этот праздник воцарить Бога над миром. Такое впечатление, что Всевышнему нужно, чтобы кто-то его куда-то на какой-то трон сажал, что он сам сесть не может, он еще так может сесть, что нам никому, не дай Бог, не поздоровится. Поэтому зачем это нужно? Оказывается, вся идеология связана опять с сотворением мира. Для чего, такой простой вопрос, на одной ноге стоя, для чего был создан мир в том числе, и для того, чтобы царь, который может сделать много всего, столько всего может сделать, чтобы он имел того, кому это делать, чтобы у царя были подданы, создан мир, то есть чтобы у Всевышнего были люди, чтобы был контакт, чтобы эта структура возникла. И поэтому важнейшая идея для нас с вами показать Творцу, что мы его власть на себя принимаем. В этот момент обновления мира, как бы нового сотворения мира, мы на себя его власть берем. Не то, что мы от него пытаемся каким-то образом отмахаться, отлегаться, он нам не мешал делать то, что нам нравится. Это плохой вариант вхождения в Новый год. В такой ситуации ни за что никто отвечать уже не будет. Но важнейшая здесь идея как раз в том, чтобы провозгласить, что он Мелех. Это центр. Вот это слово Мелех, царь, состоящее из двух, которые в центре еврейского алфавида находятся. Мэм, ламит, хаб, они подрядуют. Мелех, царь. И вот эта идея должна быть на десяти уровнях. То есть все десять уровней передачи, все десять уровней духовности, они должны содержать это воцарение. То есть Творца надо воцарить во всех варианах. Когда он с миром общается, с добрым лицом, с милостью, когда он осуждает мир, он все равно должен быть принят нами в качестве высшей инстанции. Для этого нужны эти десять уровней. Говорит, радует свои предметы Кристинова, что если слово Мелех умножить на десять, умножить на десять, Мелех, очень удобно, да, легко? Мелех сорок, ламит, тридцать, хаб, двадцать. Из Мелех получается буква. Четыреста. Что это за буква? ТАФ. ТАФ. Дальше. Из ламита получается триста. Это ШИ. И из ХАФа получается РЭЙШ. Вот эти три буквы. ТАФ, РЭЙШ. Обозначение трех вариантов трубления шапана. То есть, десять раз царь во всех уровнях. И поэтому трубач, когда он начинает трубить, он должен и это иметь. Там у него в голове должно быть, как дом советов, стопо всяких разных намерений, чтобы во всех уровнях, в десяти уровнях, на десяти этажах, как бы, вот это вот произошло воцарение, принятие высшего авторитета. Теперь, в СИИСЭСИМ говорит РАФСИЛИМЕНАКВЕНДИНОВ, что то же самое касается имени Елуки, имени Всевышнего, означающего качество суда. Что если его взять десять раз, получится РОШ-АШОНА. Десять раз числовое значение имени Елуки, судьи, Всевышний как судья, получается РОШ-АШОНА. Только что не хватает буквы. АЛЕФ-ЧЕЛОВЕК, как вы говорите, Раби Акил объясняет, что такое буква АЛЕФ, да, вот она, буква АЛЕФ, ЧЕЛОВЕК, КОТОРАЯ ПРОСТИРАЕТ РУКИ ВВЕРК, КОТОРАЯ ВРАЩАЕТСЯ КГОГУ. То есть только тогда завершается в десяти уровнях судейский авторитет Всевышнего, когда мы с вами, каждый еврей, один, АЛЕФ, единица, а каждый из нас единый вот приходит и участвует в этом деле. Когда это все завершается. В общем, много там всяких деталей, которые надо держать в голове и во время трубления тоже. И в связи с этим как раз объясняется пасук. Еще два пасука у нас здесь осталось из царя Давида. Царь Давид много чего нам рассказал. В том числе он рассказал, что в Рошашана надо трубить именно в шапан. Не только мы в Йовеле это видим. Мы видим это более точно у царя Давида. Смотрите, что он пишет. Ти-ку, трубите, асоуткия. Ти-ку. Ба-хо-дэш. В месяц шафар. В месяц шафар. Трубите в месяц шафара. Что за месяц шафара? Пока непонятно. И дальше он, опять же, намек. Ба-хе-сэ. В сокрытии. Ле-йом-хо-гену. В день праздника нашего. Хи. Потому что. Хо. Закон. Непознаваемый закон. Ле-йсраэль. Вот, мисраэль. Ле-йсраэль. Гу-хо-н. Миш-бат. Закон, опять же. Ле-йло-гей. И в силу я просто написал черточку. Я-а-хо. Для Бога Якова. Еще. Трубите. В месяц шафара. В сокрытии. В день праздника нашего. Потому что. Непознаваемый. Это закон. Для Израиля. И познаваемый. Понятный закон. Для Якова. Очень сложный. Шафар. Очень тяжелый. Царь Давид. Здесь. Постарался. Очень много накручено. В этом пасухе. Очень сложно сформулировать. Тем не менее. Чего получается? Спрашивали того. Что такое в сокрытии? Как понять слово в сокрытии относительно праздника вообще? Что? Кто от кого скрывает? Оказывается. Единственная мысль. И самое правильное мысль. что единственный праздник, когда вообще не видно Луны, по которой устанавливаются все наши календарные даты, это Роша-Шара. Это единственный праздник, когда сокрытие света в мире абсолютное. Поэтому суд. Поэтому такая тяжелая обстановка. Потому что даже малое светило, которое даже в темноте, по идее, малое светило, оно как раз для темноты существует, для изгнания, для суда, для тяжелых моментов существует как бы сила и энергия, идея вот этого малого светила Луны. Его, в рожа, она не существует. Наоборот, вы посмотрите, что происходит в Песах, в Сухот, 15 число, в Лямбе висит, да, абсолютный круг на небе, потому что аспект этого месяца, каждого месяца, месяца Ниссана в Песах, месяца Дишрей, в Сухот, находится в полном раскрытии. Это самая высшая точка месяца, самая светлая точка месяца. Это действительно замечательные, веселые, радостные праздники. Рожа-Шана, первый день, полная темнота. Ночь, которую не освещает ничего, кроме звезд. Луны нет. Она настолько маленькая, как вы понимаете, что и не видно. И только потом, в лучшем случае, в ночь по ста гидалии, то есть первые два дня вообще ничего не видать, начинает появляться чуть-чуть света. Поэтому вот в этом намеке мы видим трубите башто шафар, бакесе, йонка гейну, в тот день праздника, который сокрыт. В день праздника, который все-таки праздник, но это сокрытие, это очень тяжелый момент. В связи с этим как раз очень многие спрашивают, как все-таки вести себя в Рожа-Шана. Потому что есть кажущиеся противоречия между двумя Талмудами. Есть одна трактовка, дается в Иерушалме, в Иерусалимском Талмуде, в Павелонском немножко другая. В Иерусалимском Талмуде слышно, что нам вообще все не почетно. Вообще израильтяне они такие. Им все, они ничего не боятся. Они никогда, видите, ничего не боялись. То есть две тысячи лет назад в Иерусалимске Талмуде, они говорят, ну да, суд, конечно, да. Ну и что? Ну, мы уверены в хорошем исходе суда, поэтому вместо того, чтобы сидеть целый день голодать и дрожать, и одеться в лохмотье и посыпать голову пеплом, мы одеваем субботнюю одежду, накрываем стол, садимся, у нас праздник. Потому что мы уверены, что всевышний сделает нам хорошее субботие. Да, проверим в Рожа-Шана. Нет, смотри, во-первых, в том-то все и дело, что мы не голодаем. А по-хорошему задается вопрос, почему? Человек осуден, он находится на скамье подсудимым. Говорит, передайте еще этот салатик. Какой салатик? На скамье подсудимым. Ты слушай, что прокурор говорит, салатик. Поэтому вообще это непонятная вещь. А Иерусал говорит, ты не бойся его, пусть говорит. Дай ему салатик. Все нормально. Мы ничего не боимся. Это же, мы же свои люди. Мы Торо получили. Такое, в общем, настроение. В Вавилонском Талмуде, Талмуд создан в изгнании, как совершенно не израильское настроение, ууу, совершенно по-другому. Спрашивает Вавилонский Талмуд, почему не говорят, галель, воспаление Всевышнего, в Рожа-Шана? Тоже праздник, Вадим? Галель, полебные гимны царя Давида, почему их не попей? И Бог отвечает ангелам. Вавилонский Талмуд это говорит. Царь сидит и судит мир, книги жизни и смерти открыты перед ним, а они будут тут песни петь. Они в таком состоянии находятся. Какие песни? Они не могут петь песни. Так непонятно, что то ли дрожать, то ли салатик передавать. Вот как правильно построить. Так говорят наши мудрецы, что теоретически нужно успеть в Рожа-Шана и то и другое. Передать салатик в рожащие руками. Да, в рожащие руками передавать салатик не нужно, потому что этот весь салатик будет на соседей. Я не в этом смысле. Я в том плане, что нужно успеть соединить два этих немножко противоречащих друг другу ощущения. С одной стороны, да, праздник. С другой стороны, все время ты держишь в голове, что ситуация страшная, и день страшный. Да, то есть вот как это и то, и другое. Успеть и туда, и сюда, и показать праздник. Больше вообще на самом деле, чтобы проще было, праздник показывается внешними атрибутами. Еда, накрытые столы, красивая одежда. Это внешние атрибуты, которые показывают, что мы уверены в суде. Все, что происходит внутри человека, это, конечно, надо понимать, что целый год решается, всем нам что-то надо от него, поэтому надо быть как бы в некотором определенном, не то чтобы ужасе, не дай бог, но в некотором приподнятном состоянии. Не расслабляться. Зато некоторые там, рожа шана, сидят, выпивают, анекдоты начинают. Вот это уже на скамье подсудим. Анекдоты, это уже выходит за рамки даже по иерусалимскому толку. Это уже никуда не кайф. Поесть, да, попить, все, но помнить, что ситуация очень сложная. И это то, что говорится по поводу праздника. Инка, есть последняя строчка здесь, которую мы видим. Это Ашерей, Гаам, счастлив народ, Йод-Эй, Труа, знающий трубление. Это слова царя Давида. Как здорово повезло евреям, что они знают, как трубить. Спрашивается Медрашев и Крараба, что никто другой не умеет трубить? Что нельзя научить человеку другой национальности дудеть в шафар, что это? Что это проблема? Все умеют трубить. Это не проблема. Как это понять? Народ, знающий трубление. И вот, это сокращение Г, это имя Всевышнего, так сокращается, с четырех буквен. Вепор, фармета, в свете лица твоего, Игалейка. Они поют. Что это такое? Что они поют в свете твоего лица, потому что они знают, как трубить. Все знают, как трубить. О чем разговор? Так оказывается, возвращаясь к тому, что мы говорим. Что мы знаем, как трубить, благодаря тому, что мы хорошо поработали в турботические времена. Проработали всю традицию, нашли правильное талмудическое объяснение и попали в точку. Попали в меда-то-эмед качество истины, как это объясняет Аризаль, одно из важнейших качеств. Творца мы очень точно попали, как правильно объяснить с традиционной точки зрения эти переданные нам варианты трубления. Какие намерения должны быть? Мы поучаствовали в создании, в строении этого великого здания еврейской традиции. И вот это наше участие, это называется «Йодей труа» «Знающие трубления». Потому что в Торе-то написано труа, и мы не знаем, что это такое. И для того, чтобы понять, что это такое, нужно владать, узнать это, познать это, надо войти в материал, надо работать головой как следует. Нужно гениально знать все, что написано в традиции, видеть перед собой традицию, как единое такое вот полотно, на котором есть столько разных мест, как карту мира человек видит, так он может видеть все места вообще в традиции, все, что сказано у всех в разных элементах. Это тоже очень важная здесь идея. Конечно, очень красивое это место, счастлив народ, знающий трубления, и есть замечательные нуса, мелодии, молитвы, которые поются в Рошашана на эту тему. И мы с вами все будем иметь возможность в разных синагогах это все слушать и входить в глубину этих всех идей. Ну, и еще, может быть, последнее, связанное с соединением, с эффектом дружбы, приятельства, заложенном в слове труат, слово реат, друг приятельства, идея излагается в связи с сотворением мира. Потому что в сотворении мира участвовали праведники. Как это понять? Никаких праведников, конечно, тогда еще не было. Но! Мы с вами знаем, что для Творца будущее, прошлое, настоящее не имеет такого большого принципиального значения. Поэтому говорит наш любимый Адон, Ашерамала. Ашерамала. Что такое? Адон, Алам, царь мира, который, Малах, от слова Малах, царствовал, Бетерем, Коль, Ециер, Невра. Пока еще ничего не было сотворено. Спрашивается, над кем он царствовал, когда еще ничего не было. Так вот, он царствовал, как мы с вами неоднократно говорили, над теми душами великих праведников, которые должны будут появиться. Потому что для него это будущее, прошлое, настоящее, не так все принципиально, как вы понимаете, как для нас. Поэтому он царствовал над ними тогда и говорит удивительную вещь, взор, что он как бы сотрудничал с ним. Как бы. Конечно, Творец создавал мир без всякой помощи. Но он как бы имел в виду, что он это делает для этих удивительных святых людей. Он имел их в виду, когда создавал мир этих святых людей. Поэтому, когда мы говорим о сотворении и говорим про трубление в шафар, вот это слово труа, оно означает вот реус, дружество и приятельство. Это соединение Творца с теми праведниками, которые были причиной и целью во многом тоже, во многом целью создания мира. Это те люди, Авраам Авийнов прежде всего, Абратис Авраам, ради которых все затевалось, чтобы они когда-нибудь, несмотря на все, что вокруг них происходит, взяли на себя исполнение божественной воли. Несмотря на все желания, которые тянут человека в разные стороны, взяли на себя исполнение божественной воли. И это тоже идея, которая должна быть в голове в момент отрубления, и которая должна здесь обязательно у трубача в этих звуках притворяться. Ну и, наконец, последний на сегодня, потому что у нас сегодня такая укороченная программа, надо уже бежать на Аравит, наверное, вот, если они еще без нас бы не помолились, вот эти три варианта звуков. Как их нужно представлять себе и понимать. Много здесь есть разных объяснений. Классика состоит в следующем. Классика в объяснении состоит в следующем. Первый длинный звук означает спокойное, радостное состояние мира и истории. И это так должно иметься в виду, что первый звук ровный звук. Это когда в истории все было прекрасно и хорошо, а это в момент, допустим, когда был храм первый, когда его царь Соломон построил, времена Давида и Соломона, допустим. Потом начинаются времена разрушений. Сначала это разрушения еще не такие страшные. Ту-ту-ту. А потом это уже ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Автоматная очередь. Да. Уже стреляют. И это периоды истории, страшные периоды истории. И они тоже заложены в этом трублении. Но потом в завершении вот этого ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту опять воцаряется спокойный, ровный звук. История приходит к своему логическому концу и завершению. Эта схема из ровного звука и двух вариантов коротких звуков, она очень под многое подходит. Я не все могу сейчас рассказывать, потому что что-то может быть неправильно воспринято, что-то может быть не очень полезно, скажем так, перед рожьем, жанат, но вы должны иметь в виду, что это очень многосмысловая схема. Много в ней есть всего. И в связи с этим, конечно, с Божьей помощью, я думаю, когда мы будем слушать это трубление, мы с вами все будем хотеть, чтобы наше ту-ту-ту-ту-ту наконец закончилось. чтобы мы пришли к некому более-менее спокойному и нормальному состоянию. Когда мы читаем Торе, звук усилился. Боль шафара надо показать меот. Написано при даровании Торе, что звук шафара усилился. Из-за этого мы увидели, что это был Всевышний, а не человек, потому что у человека сила теряется, звук уменьшает. Ну, теоретически, да, но не то, что дворец трубил, дворец сделал звук шафара, он его сделал для того, чтобы... Увеличивать, смотри. Нет, увеличивать, нет, смотрите, увеличивать можно, увеличивать, можно не увеличивать. Главное, что вы, во-первых, была правильная длина звука, и чтобы он не прыгал, ровный звук, в этом вся идея, чтобы он дал вот это ровное состояние, нарисовал эту прямую линию. Чем более он ровный, идеальный, спокойный, и по идее спокойный, тем он более точно соответствует идее. А вот эти вот средние звуки, они могут быть и плачущими какими-то, и срывающимися, потому что это плач, это стинание, это вслипывание, это центр истории, это кровавая сердцевина времени. И потом опять абсолютный покой. В этом должна быть идея. Так это должно быть нарисовано, и так это должно быть в голове. С Божьей помощью. Ну, давайте мы здесь остановимся с вами. Я хочу, естественно, пожелать всем сладкого и очень хорошего года. Чтобы вы были тикотеу, тихотему, вы записаны и подписаны на Сефер Хаим, книгу жизни, как это положено, желать перед Роша Шана, чтобы следующий год для нас был с вами удачнее, предыдущего, прежде всего в экономическом плане, потому что вы знаете, что финансовые моменты все тоже прописываются в Роша Шана. И те люди, у которых всякие сложности финансовые, пусть эти сложности наконец закончатся. У тех, у кого все более-менее в порядке, пусть вообще все будет хорошо с Божьей помощью, пусть все просто цветет в этом отношении, пусть все, кто еще не женился, наконец, сделают это, сделают это, несмотря ни на что. Вот, те, кто женился уже ни в коем случае, не испортят, еще раз, женятся еще раз, конечно, еще раз, не разведутся, не дай Бог. Семейное благополучие, финансовое благополучие, и, конечно, чтобы, не дай Бог, никого не записали в плохую книжку, что в следующем году его уже отсюда уберут. Чтобы эта книжка вообще не имела к нам никакого отношения, чтобы вот этот вот ряд людей, которые в следующем году должны уйти, не казался нас с вами, потому что, как пелось в советской песне, помирать нам родновато, есть у нас еще дома дела. Подождем, пока денег накопим на этом мероприятии. Да, о, интересно. Почему я, говорит, не умираю? Потому что деньги коплю на пышный бок. Все, никак не могу. Да, интересная идеология, да, но не совсем такая кошерка. Хорошо, значит, давайте мы встаем в самаре.